По улице Кедрово и по улице Гусенобрусское шоссе у нас сейчас завершается работа, там устанавливаются знаки, ограждения, перильные, это уже буквально мелочи. В результате выполнения программы дорожной деятельности этого года мы достигли целевого показателя почти в 70%, то есть у нас теперь дороги соответствуют нормативным требованиям почти на 70% от запланированного объема. Следующий год у нас запланирован в рамках национального проекта 17 объектов протяженностью около 33 километров. Сергей Витальевич, ну о планах мы поговорим чуть попозже, а сейчас позвольте задать вопрос, а вот с какими сложностями столкнулись? Этот год, наверное, не самый простой был, все-таки и санкционное давление на нашу страну оказывалось, и частичная мобилизация, наверное, как-то повлияла. Вот какие были сложности в реализации ремонта дорожного в этом году, вот как вы оцените? Сложности лишь заключались в том, что нехватка рабочего персонала. Это основная сейчас проблема, основная проблема. Даже до объявления всеобщей мобилизации с рабочим персоналом это касается и машинистов-катков, и асфальтовукладчиков, грейдеристов, и простых рабочих. Последнее время стали все дорожные организации, которые работают на территории города, испытывать сложности с этим. Основных таких больших проблем не испытывали. Ну, обычные рабочие моменты, все, что касается производства работ, то какая-нибудь коммуникация проекта уничтоженная появится, то какой-нибудь кабель. Ну, это все решается в ходе выполнения работы. Так что, в целом, таких серьезных проблем, которые бы помешали реализовать программу этого года, в этом году не было. Ну, то есть, если сравнить, например, с 21-м, примерно в таком же режиме, в таком же графике прошло, но вот только трудовой рабочей силы, да, недостаточно квалифицировать? Да, да. Ну, надо отметить, что у нас в этом году было достаточно средств местному бюджету города Новосибирска, предоставлено из областного, из федерального бюджета. Были даже дополнительные транши. Поэтому мы брали, можно сказать, даже полученные обязательства. Изначально была программа более скромная, ну, а потом прибавляли еще и еще. И последний транш, который 150 миллионов рублей, мы позволили, много дорог отремонтировали, в том числе и в частном секторе. Это вот дополнительные средства? Это дополнительные, да. Я вот слышал такое мнение от сотрудников Департамента транспорта, кстати, о том, что в этом году Новосибирск выполнил, даже с учетом дополнительных средств, практически на 100% программу ремонта дорожного. И это, ну, достаточно, так сказать, хороший показатель, потому что раньше к нему приближались, но в таком, значит, полном объеме программа не выполнялась. Правда, неправда? Как прокомментируете? Да, на самом деле, в этом году мы приложили особенные усилия, было повышенное внимание, ну, применили, скажем так, новые управленческие компетенции, которых не было, потому что, значит, появились там новые руководители в отрасли. Поэтому удалось стимулировать и подрядчиков, и службу работы заказчика управления дорожного строительства. Поэтому в этом году, да, пришлось потрудиться, но мы справились. Это замечательно. А вот есть такое новшество, как я знаю, что с этого года на всех объектах, на которых проводится ремонт, по проекту, по крайней мере, безопасные качественные автодороги, ну, и, может быть, и по другим, я не знаю, если вы тут дополните меня, осуществляется независимый контроль качества, то есть прямо в процессе производства работы это отыгрывалось. Вот это нововведение, контроль не только со стороны заказчика, ну, то есть мэрии Новосибирска, а и частной организации, которая там на контрактных основаниях привлекается, это как-то повлияло на качестве выполнения работ, может быть, на сроках их исполнения? Как оцениваете вот такой опыт? Да, такой опыт был введен действительно в этом году массово, потому что ранее мэрия всегда пыталась контролировать выполнение работ своими силами. Естественно, на все силы внимания не хватало, поэтому в этом году мы привлекли себе помощников, провели конкурсы, вышли организации, которые давно работают и в городе, и в области. И с их помощью, конечно, безусловно, с их помощью мы достигли, да. То есть качество контроля было выше, чем в предыдущие годы. Мы позволили, да, подрядчикам было в этом году тяжелее, потому что их часто останавливали, говорили, что нужно делать, как нужно делать. Поэтому такая управленческая компетенция, она, такой лайфхак, он помог нам в этом году, безусловно. А вы даже, были такие случаи, когда приходилось останавливать подрядчика вот по докладу этих контролеров, заставлять что-то переделывать? Или они просто вмешивались в процесс там, исполнение работы и подсказывали, контролировали как правильнее? Как вот этот механизм работает? В этом коммуникации, поэтому приходилось останавливать подрядчика, решать оперативный этот вопрос, и потом выполнение работы было продолжено. Постоянный наш радиослушатель задает вопрос. Услышал, что за два года планируют отремонтировать 400 километров дорог. А откуда деньги будут брать? Или это только планы? Как прокомментируете? По поручению президента все отраслевые министерства в этом году должны были разработать пятилетние планы. Похоже, мы возвращаемся к славному прошлому. Это, безусловно, хорошо для наших подрядчиков, потому что долгое время они были забыты, и долгосрочного планирования, особенно в городе Новосибирске, не было. Все было ограничилось одним годом. С этого года впервые за многое время мы разработали пятилетний план. Мы его отработали также с депутатским корпусом и с инициативными гражданами, но все, кто пожелал принять участие в этой работе. Этот план сейчас прошел проверку и нашего областного министерства транспорта, и Федерального дорожного агентства. И те объекты, которые туда включены, именно объекты, именно участки, к этому было уделено особое внимание, какие участки, потому что не все подходили под требования этого пятилетнего плана. Сейчас этот план сверстан, и мы ждем бюджетных ассигнований из федерального бюджета, и если нам их Федерация предоставит, то на следующий год мы приступим к реализации этого пятилетнего плана. У нас порядка 185 объектов в нем, и общей сумме, наверное, около 20 миллиардов рублей. 185 объектов, соответственно, вот эти 400 километров дорог, это как раз об этом речь. То есть не за два года, а за пять лет? За пять лет. До 27-го года включительно. Спасибо большое. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Константин. Константин, ваш вопрос, да, пожалуйста. Вопрос. Вот Гуфинобродское шоссе асфальтировалось уже после того, как выпал снег. Не получится ли так, что как зима пройдет, асфальт ведь отойдет, и все переделывать придется? Константин, добрый вечер. Значит, во-первых, чтобы вы не переживали и не переживали наши радиослушатели, значит, при реализации объекта в составе национального проекта предусмотрена долгосрочная пятилетняя гарантия на выполнение этих работ. Поэтому даже если подрядчик там допустил какие-то огрехи, значит, он обязательно за счет гарантийных, в рамках исполнения своих гарантийных обязательств это все переделает. Но я хочу сказать, что в этом году у нас погода, безусловно, дорожников балует. Никогда такого не было. Но, во всяком случае, на моей памяти очень давно. Обычно к октябрю месяце уже все работы стараются прекратиться, потому что у нас, ну, регион Сибирский, да, снег мешает работать. Поэтому асфальтобетон мы укладывали, конечно, в сухую погоду до плюс пяти градусов, старались выполнить эти работы. Но вообще технологии, которые применяются сейчас в современном дорожном строительстве, позволяют использовать добавки в тот же асфальтобетон, чтобы обеспечить все необходимые прочностные характеристики. Ну, и не прочностные тоже, там есть ряд показателей. Поэтому за качество не переживайте. Строительный контроль отработал по полной программе. И, мало того, все объекты национального проекта, они проходят еще приемочную диагностику. То есть это приезжает организация, которая проверяет все работы, все площади меряет, все толщины, все берет вырубки, все проверяет. Поэтому не переживайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Я Нина Николаевна. У меня такой вопрос. Вот построили Бугринский мост, хотели строить, делать дальше развязку вторую на Кирово. Мне так это жизненно необходимо знать. Вообще планы какие будут строительство этой развязки или нет, в какое время, как долго ждать еще. А то мы в красной зоне находимся. Не продать дом, не построить, потому что это самое. А у нас там живет две семьи. Для меня так жизненно не важен вопрос этот. Нина Николаевна, спасибо большое. Сергей Витальевич, ну как-то можете прокомментировать, какие планы ближайшие или не ближайшие на развязку от Бугринского моста на правом берегу? Нина Николаевна, добрый вечер. Значит, ранее изначально действительно развязка на улице Кирово планировалась в рамках городского проекта, потому что Бугринский мост это была составляющая часть автомобильной дороги, скоростного движения, юго-западный транзит, раньше она так называлась. И Бугринский мост был первым этапом. То есть мы вступили в бой, попросили денег у федерации, тогда у президента. И он нам дал на это нашему городу. Мы построили этот мост, но сейчас этот проект перешел из муниципального видения, перешел в видение Новосибирской области. Вы, наверное, в новостях читали, что вот на 880 миллионов рублей была проведена конкурсная процедура, объявлена, вернее, конкурсная процедура на проектирование этого, теперь он называется автомобильной дорогой Южный транзит, которая свяжет автомобильную дорогу Новосибирск-Очки-Павлодар с восточным обходом. Создать вот этот транзитный проезд через Бугринский мост. Разработка проекта предусматривается, я за коллег областных прокомментирую, по-моему, в течение трех лет реализация проекта должна будет реализовываться по мере поступления средств из федерального бюджета. Ну, то есть, если грубо прикинуть, скажем так, это, конечно, неофициальное мнение, но, тем не менее, если три года разрабатывается проект, то, и, допустим, сразу он найдет финансирование, то работы там начнутся не ранее, чем через четыре года, то есть в 2028, получается, в 2027 году где-то так. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос? Здравствуйте, меня зовут Василий. Вопрос у меня такой. Я тут в соцсетях наших, в Новосибирске, прочитал, какие дороги планируют отремонтировать, значит, на будущий год. Но дороги авиастроителей, улиц, то есть авиастроителей, я там не увидел. Хотя улица совсем печальная. Я вообще не знаю, как там автобусы ездят и люди мучаются же. Вот такой вопрос. Василий, спасибо за ваш вопрос. Прежде чем Сергей Витальевич ответит, я свой комментарий по этой территории дам. Я там живу рядом на улице Учительской и не совсем соглашусь с Василием. На мой взгляд, улица Учительская в гораздо более плохом состоянии, авиастроителей, но еще пока, скажем так, терпимо. Но тем не менее, что с планами по улице авиастроителей на 2023 год, Сергей Витальевич? Она присутствует? Ну, я скажу так, что у нас в рамках содержания работ выполняется, так называемый, поддерживающий ремонт. То есть после наступления, прохождения, вернее, зимнего периода, когда наступает весна, как у нас всегда шутят, что вместе со снегом сводит асфальт, да. Но это связано с особенностями нашего климата, нашего сибирского. Потому что, когда погода начинает переходить через ноль, значит, вода попадает в поры от дорожного покрытия и замерзает, и поэтому откалываются кусочки. И это большая проблема всех северных регионов. Хочу заверить вас, что то же самое происходит и в Канаде, и в США, ну, то есть все страны, которые имеют зиму на своей территории. Значит, в любом случае на улице авиастроителей будет проведен поддерживающий ремонт. Если там вдруг даже появится колея, в рамках средств городского бюджета будет проведен поддерживающий ремонт для того, чтобы обеспечить безопасность проезда. Принято. Спасибо большое. У нас есть звоночек, но мы чуть попозже к нему. Подождите, пожалуйста, повисите на трубочке. Мы сейчас к нему перейдем чуть попозже. Ну, вот мы начали говорить о ямочном ремонте. Хотел такой вопрос задать. В этом году поддерживающий ямочный ремонт, он вот чаще был, или там объемы его были больше именно в ямочном формате или большими картами? Вот я знаю, что есть такой метод, когда фрезеруется значительная часть дорожного покрытия. Ну и, на мой взгляд, это более эффективный способ, так сказать, привести дорогу к хорошему состоянию. Ну, все зависит от, можно сказать, от времени года. Значит, в зимний период, чтобы вы знали, тоже проводится ямочный ремонт в проезжей части. Потому что, когда яма образовывается, у нас есть достаточно жесткие требования. Если яма, значит, размер выбоины превышает 5 сантиметров, мы должны ее как можно скорее ликвидировать. Поэтому производится ремонт, аварийный ремонт, ремонтными смесями. Есть такой холодный асфальт. Ну, много достаточно технологий. Вот с прошлого года мы начали применять литой асфальт, который позволяет выполнять работы вплоть до минус 20 градусов. То есть, такая смесь. Без учебы ее качественным характеристикам. Поэтому мелкий ямочный ремонт, там, до одного, до двух квадратов, он производится преимущественно в зимний, весенний период. А ямочный ремонт, ну, как я его называю, поддерживающий ремонт, это будет правильно, правильнее, крупными картами. Он выполняется уже весной, когда наступает положительная температура окружающего воздуха. Спасибо большое. У нас есть звонок. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я хотел задать вопрос по улице Попелицкна, за домом 9, друг 4. Там позапрошлым году положили новый асфальт сделали. Прошел год, и дорога пришла в ужасное состояние. Когда делали дорогу на Татьяну Снежиной, я думал, до туда, ну, дойдут. А в оконцовке там ничего не произошло. Вы сказали, что сейчас только что, что если там превышает высоту, так там такие бугры, там и автобусы, и все, ездят, и невозможные маршрутки. Там просто ужасная дорога, где Попелицкна 9, друг 4. Как ехать на конечную цветущую крещиха. Александр, спасибо. Да, спасибо. Ваш вопрос понятен, Сергей Витальевич. Александр, я хочу сказать, что у нас на территории города Новосибирска около 3000 километров автомобильных дорог, и всего лишь 1700 километров находится в муниципальной собственности, либо числится в реестре муниципальной собственности. К сожалению, средства городского бюджета мы можем тратить только на те дороги, которые находятся в реестре муниципальной собственности. Улица Виталия Патрицина, это, насколько я понимаю, микрорайон МЖК же, да? Да, это МЖК, Лющихинский. Эту дорогу строил своими силами застройщик, когда вводил дома в эксплуатацию. К сожалению, те решения, которые принимают застройщики при сооружении этих подъездов, ну, при домовой, так называемой, территории, они зачастую отличаются от требований, которые мы предъявляем к ремонтам уличной дорожной сети. Поэтому эта дорога достаточно быстро выходит из строя. Улица Патрицина, она как раз является дорогой, которую строил застройщик. Значит, ну, вы не переживайте, мы в любом случае приведем ее в норматив, потому что есть у нас механизм изыскания на территории, допустим, района, на которой находится эта дорога. Значит, районная администрация изыскивает эту дорогу, определяет, что собственника нет, через суд оформляет ее как безхозяина, и потом она поступает в реестр муниципальной собственности. После чего мы уже приступаем к ее ремонту и выполнению работы. А вот по улице Патрицина сейчас ситуация какая? Она до сих пор безхозяина или она уже передана городу? Надо уточнить по конкретному адресу. Там достаточно много участков, но я уточню. Хорошо, Александр, мы ваш вопрос возьмем на контроль, разберемся с этой ситуацией, посмотрим, в чем видение дорога находится, и действительно там будет проведен поддерживающий ремонт. У нас есть еще один звоночек, который мы можем принять вот до перерыва. Буквально коротко представьтесь и задайте свой вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Раиса Никифоровна. Я вот по поводу улицы Куземеменина, которая проходит вдоль горбольницы номер один. Вот тихий поселок. Здесь небольшой участок, но он в таком ужасном состоянии. А здесь и больные ходят, вот 25-й медсанчасти часто просят их проводить на горбольницу. Это вот где диагностический центр с этой стороны. Тут у нас так-то машины не ездят. Ну, легковые немножко, такси вызываем, скорая приезжает. Вот, пожалуйста, ну тут 500 метров, если самое много. Но ямы тут чуть ли не по колено у нас. Раиса Никифоровна, я возьму этот вопрос на контроль, обязательно проверю, что там с этим участком. И если это возможно, мы обязательно примем меры. Спасибо большое, Сергей Витальевич. Ну, вот, коль скоро мы заговорили, задавали вопрос, Александр нам задавал вопрос по улице Пателицына, говорил о том, что там ремонт был два года назад, и вот дорога все-таки там вышла из нормативного состояния. А что может сделать департамент транспорта, ваше ведомство с такими вот недобросовестными подрядчиками? Вы говорили о том, что есть, во-первых, гарантийные обязательства, но периодически такие организации не выполняют гарантийные обязательства. Как вы можете на них повлиять? Ну, любому застройщику выдается технические условия на присоединение к уличной дорожной сети, и в составе технических условий прописываются определенные требования к дороге. Если дорога не соответствует этим техническим условиям, можно все это выявить и предъявить ему по суду в качестве гарантийных обязательств. То есть это судебное решение? Да. О дорогах Новосибирска мы разговариваем с начальником управления автомобильных дорог мэрии города Сергеем Витальевичем Эповым. И у меня такой вопрос, Сергей Витальевич. Октябрьский мост довольно знаковая, важная транспортная единица города Новосибирска. И там сейчас идет ремонт, насколько я понимаю, тротуарной части, из-за этого возникает обужение, ну и, соответственно, и пробки. Это большая такая сложность для новосибирцев, для наших автолюбителей, те, кто не ездят на метро, а ездят на личном автомобиле с одного берега на другой берег. Подскажите, пожалуйста, когда там закончатся работы? Мы говорим про коммунальный мост, да? Про коммунальный, да. Коммунальный мост, да. Значит, это у нас очень долгоиграющий проект. Его стоимость превышает 2 миллиарда рублей. Срок ввода по контракту 24-й год. И до 24-го года вот эти заужения на тротуарной части будут? Ну, я хочу сказать, что в этом году то заужение, это еще цветочки, потому что мы не трогаем проезжую часть. Проектом предусматривается замена, значит, дорожной одежды и гидроизоляции, потому что этот мост последний раз ремонтировался, по-моему, в 98-м или 99-м году. Был капитальный ремонт проезжей части, когда менялись вот эти вот конструктивные элементы, влияющие на его долговечность и безопасность. В этом году подрядчик у нас приступил к пескоструйной обработке и покраске металлоконструкции моста. Вот эти вот красивые арки приобретут красивый стальной цвет. Мы долго выбирали, какой же цвет его покрасить. Были всякие разные предложения, и даже в красный цвет предлагали покрасить. Ну, было бы видно, зато тогда издалека. Да, но решили все-таки не портить картину строящемуся четвертому мосту. Решили выдержать их всех в одной цветовой гамме. Поэтому в этом году подрядчик приступил. Этот год запланирован определенный объем средств на ремонт, но объект не в одной. Он будет вводиться в 2024 году, после завершения всех работ. В этом году, да, значит, разбирали покрытие на тротуарах, потому что отдельные участки тротуарной части, они уже аварийные, потеряли там консоли свою несущую способность. Поэтому в этом году принято решение сдемонтировать тротуар, покрытие, потому что нагрузка от собственного веса, оно усугубляет положение. Поэтому к неудобству отдельных жителей нашего города, которые все-таки любят по этому мосту прогуляться, мы загородили тротуары, поэтому не обижайтесь на нас, пожалуйста. Это временная мера, но придется немножко потерпеть. А что касается Октябрьской магистрали, там аналогичная ситуация, там ведется ремонт тротуарной части моста, который над Ипподромской улицей проходит, от Кирова к Октябрьской магистрали. Вот там когда срок окончания ремонтных работ? Ну, значит, по заключенному контракту срок завершения работ 30 ноября. Этот мост тоже достаточно знаковый. Говорят, что в свое время чиновник, ротчерком своего пера, велел быть этому сооружению, и вот оно позволило соединить два берега, разделенных этим логом. Значит, там была достаточно катастрофическая ситуация. Значит, тротуарные блоки, по которым ходили люди, они, значит, от вибрации, от времени стали сдвигаться в сторону проезжей части, и для того, чтобы они не упали на проезжающие внизу автомобили, значит, мы его экстренно включили в ремонт. Ну, благодаря, конечно, национальному проекту. Поэтому в этом году принято решение старые тротуарные блоки демонтировать. Исполнена совершенно иная конструкция. У нас, кстати, вот такой, как выразился наш первый заместитель мэра по городскому хозяйству, пилотный проект, потому что на мосту стояли фонарные столбы, к которым было навешано много-много проводов. И, значит, после ремонта этой всей красоты, которой так, в кавычках, красота, не будет. Вся эта красота уйдет под тротуар, будет красиво. Там какой-то технический желоб, да? Да, да. Предусмотрели красконструкцию. И там достаточно большой задел для других коммуникаций, потому что всегда что-то требуется, какие-то кабеля положить, какую-то витую пару. Поэтому и справа, и слева, и со стороны ЖК флотилии, и со стороны Законодательного собрания. Теперь вот такая конструкция тротуаров, которая позволяет разместить там все коммуникации. Поэтому мост будет очень красивый, будет красивое освещение декоративное. Ну, ширина тротуара сохранится. В принципе, те, кто мимо ездит, уже обратили внимание, что мы уже уложили ассольбетонное покрытие. Поставят красивые перила, стилизованные под наш оперный, ну, чтобы он был узнаваемый. В планах закончить его в этом году, естественно. Сейчас подрядчик выполняет работу по замене деформационного шва. Это тоже такая одна из наиболее нагрушенных конструкций моста. Все инженеры, кто связан с мостовым строительством, говорят, что практически нет идеальной конструкции деформационных швов, потому что со временем они все равно разрушаются. Если зайти под мост и постоять, всегда будет слышно, как стучат мимо проезжающие машины. Поэтому эта конструкция всегда разрушается. И в этом году, значит, у нас в рамках национального проекта была применена конструкция. Раньше была такая конструкция, немецкая фирма Maurer. Но, коль теперь с санкциями мы прекратили отношения с иностранными поставщиками, у нас теперь появилась в городе Липецке своя арго, мостовая организация, которая изготавливает деформационные швы и поставляет на всю страну и страны ближнего зарубежья. То есть импортозамещение в действии? В действии. Вот прям в чистом, в чистую в действии. И учитывая, что этот завод работает на всю страну один, нам даже директор завода рассказывал о том, что, да вы что, говорит, мне звоните из муниципалитета, мне губернаторы звонят, просят подвинуть заказ. Сейчас все области нашего и края нашей необъятной страны пытаются получить свой заказ, чтобы починить мосты. Но нам удалось получить? Да, мы получили. Поэтому задержка именно вот с этим конструктивом, она была связана с тем, что мы долго ждали поставки. Ну а связаны заторы на этом мосту, это связано с тем, что мы частями извлекаем старый шов, ставим новый. Ну, конечно, немножко подрядчик затянул с выполнением работы, и теперь приходится выполнять дополнительные мероприятия по прогреву бетона, по набору прочности. Поэтому, автолюбители, не обижайтесь, немножко потерпите, где-то, я думаю, еще пару недель придется потерпеть. Ну, через две недели как раз у нас наступит 30 ноября, и будет срок сдачи, надеюсь, что по контракту. У нас есть звоночек в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Меня зовут Александр. Я уже вам звонил сейчас только что по Патрилицыну. У меня еще такой вопрос. А у нас есть вообще, кто отвечает за дороги? Есть строй-контроль какой-то? Ну, например, если вот, например, дорожное полотно было нарушено, потом, ну, перекопали, потом, когда положили асфальт, потом проверяют ли вообще, как сделано дорожное полотно, качественно, некачественно. Например, по улице Писарева, если перекапывали дорогу, почему не ровно положен асфальт, а почему весь так же в буграх? Если, например, улицу, например, Зуковского так бы положили, тогда бы заставили бы, ну, переделать. А на другие улицы, значит, ну, наплевательски относятся. Спасибо. Ваш вопрос понятен. Сергей Витальевич, прокомментируйте, пожалуйста. Александр, да. Значит, коммунальная инфраструктура, то есть трубы и коммуникации, которые проходят, к сожалению, на территории нашего города, преимущественно под автомобильными дорогами, практически на нет сводят все усилия дорожников. Вот представьте себе ситуацию. Национальный проект, высокие требования к материалам, к подрядчикам, к технологиям. Значит, дорожный подрядчик отрабатывает, делает все красиво, хорошо, а потом рвется труба внизу. И, к сожалению, это не плановая работа, это внеплановая. Приходят коммунатищики, все раскапывают. Это вот прям бич всех городов. Это происходит вот таким образом. Но я хочу сказать, что в городе, конечно, есть служба, есть комитет по разрытиям, есть районные административно-технические инспекции. Значит, если у нас коммунальщики раскапывают для целей ремонта своих коммуникаций дороги, им всегда обязательно выдается ордер на разрытие и контролируется выполнение работ. Зачастую они, конечно, грешат, потому что зимой приходится раскапывать там и осень, и в дождь, всяко-разно, и не всегда у них, конечно, получается соблюсти вот эту технологию восстановления покрытия и, самое главное, слоев основания, потому что раскапывается котлован зачастую до 5 метров глубиной. Но я хочу сказать, что к этим подрядчикам, которые выполняют работы по ремонту коммунальной инфраструктуры, обязательно проявляются гарантийные обязательства. Они это все переделывают. Но, к сожалению, граждане, конечно, наши простые люди видят, что, да, вроде дорог заасфальтировали, но она почему-то пошла волнами, там провалилось что-то. Да, такое бывает. Но подрядчик обязательно все восстановит. То есть это не останется бесконтрольным. Соответственно, подрядчик должен будет вернуться к этому объекту весной и привести его в нормативное состояние. Так точно. Мы улицу Писарева не стали включать в план ремонта на 2023 год. Вот, поментую о том, что в этом году там были разрытия. И, значит, дождемся, когда там все устаканится, произойдет усадка. И на 2024 год обязательно покрытие на этой улице отремонтируем. Вот, Кушкуль, скоро мы заговорили о планах. То расскажите о том, какие дороги мы планируем в 2023 году в Новосибирске отремонтировать. Ну, давайте возьмем за основу все-таки план национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Потому что здесь мы уже понимаем, что финансирование уже предусмотрено. Я буквально перечислю. У нас на следующий год планируется 17 объектов общей протяженностью около 33 километров. В правобережной части города я перечислю основные объекты. Это будет улица Революции на участке от Виктора Ващука до улицы Ленина. Около километра. Потом улица Коммунистическая, также от Ващука до Красного проспекта. Предусмотрен ремонт улицы Есенина, проспекта Дзержинского продолжения. Ремонт улицы Кропоткина от Красного проспекта до улицы Трикотажной. Ремонт улицы Народной от Танковой до Новой Зари. Ремонт улицы Тайгинской. На левобережной части мы продолжим ремонт Советского шоссе. В этом году мы начали, отремонтировали самый опасный участок, где была ненормативная колея. Продолжим ремонт улицы Сфизистов, улицы Волховской, Полтавской, Выставочной, улицы Большой. В советском районе города будет отремонтирована улица Софийская от Мухачева до границы города. Будет отремонтирована Дамбогэс на все мое протяжение. И также будет продолжен ремонт по улице Иванова. У микрофона Глеб Черепанов. И сегодня о дорогах Новосибирска мы разговариваем с начальником управления автодорог Сергеем Витальевичем Эпповым. Подробно и очень конкретно поговорили о ремонте, о планах ремонта. Но, тем не менее, в Новосибирск пришла зима, как я уже говорил, снег выпал на улице города. Где-то его хорошо убирают, где-то не очень бывают и проблемы. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, как дорожные службы города Новосибирска готовы к зимней уборке? Все ли в порядке? Какие есть проблемы? Что с техникой? Закупили ли Бионорд, закупили отсев горных пород и все необходимые для уборки и зимнего содержания улиц материалы? Да, Глеб. Конечно, мы готовы уже к зимнему сезону. Мы уже это делали давно. Это люди как-то готовятся, они летом. Поэтому с конца лета мы уже начали приводить технику зимнюю в рабочее положение. Ремонтировать там мосты, коробки, все, что для этого требуется. Сейчас у нас, если сравнивать в абсолютных цифрах, у нас общее количество техники составляет около 450 единиц. Значит, готовая к работе, которая выезжает на улицы города Новосибирска, это у нас 356 единиц. Все остальные, это порядка 80%. Вся остальная техника, это не значит, что она не рабочая. Она просто находится либо там на каком-то плановом обслуживании, на каком-то ремонте. Ну, то есть это же живой организм. То есть все время какая-то техника стоит на каком-то обслуживании. Значит, безусловно, мы подготовились и закупили противогололедные материалы и реагенты. Да, вот ноу-хау нашего города это Бионорд. Раньше мы такую смесь не применяли. Практика применения этого состава показала, что нас же вот дорожников зачастую критикуют, что мы засоряем город там. Многие говорят, что у нас серый город. Некрасивый в зимнее время. Но, к сожалению, да, действительно это так, но за безопасность нужно платить. Мы жертвуем тем, что город имеет черный снег, вот эти вот отвалы снежные, они некрасивого серого цвета. Но если мы не будем обрабатывать противоголедными материалами, тогда будет очень скользко на дорогах. Поэтому вынуждены это делать. Мы живем в Сибири. К сожалению, это везде так. Вот. Ну, конечно, применение смеси Бионорд, она позволяет нам отработать без вот таких вот огрехов, да. Это, конечно, более дорогое удовольствие. Гораздо более дорогое. Но это химический состав, который позволяет, не наносит вреда природе, не портит газоны. Ну, конечно, он может оставлять там следы на машинах, там, на одежде, на обуви. Горожане, особенно в центральной части города, наверняка это замечают. Потому что эти рассолы, высолы остаются. Но зато применение такого состава, оно, конечно, эффективно плавит лед. И достаточно при отрицательных температурах. Мы пока применяем его преимущественно на магистральных дорогах. Преимущественно, конечно, в этом дороге районного значения. Ну, более второстепенной, с меньшей интенсивностью движения. Мы применяем противоголедный материал. Песок от песка мы уже ушли два года как. Потому что, действительно, засоряется ливневая канализация. Его потом достаточно сложно убирать. Ветер поднимает, пыль некрасиво, нехорошо, неудобно. Поэтому мы применяем отсев, каменный отсев мелких дроблений. Это маленькие кусочки камешков, которые вгрызаются в тротуары, ну, то есть, в накат. И позволяет обеспечить, как бы, избавиться от зимней скользкости. Чтобы машины не скользили, ну, не совершались дроблений. И пешеходы, чтобы тоже не скользили. И пешеходы тоже, конечно. С техникой более-менее понятно. Ее, конечно, к сожалению, как всегда, у нас не хватает. Но, тем не менее, ведутся закупки. Я знаю, что 15 единиц техники нам месяц назад пришли для уборки дорог в зимний период. Вот ожидаем что-то еще получить до конца года? До конца года, да, у нас еще поступит около 10 единиц. Мы ждем эту поставку. Она была, закупка, проведена еще в начале года. Но в связи с началом известных событий в нашей стране заводы, которые производят эту технику, они работают в том числе и на оборонзаказ. Поэтому сроки контракта были продлены. Ну, в этом году мы все-таки ожидаем поступления этой техники. Ее, наши дорожные подразделения ждут. И она вся поступит в горжане и ведет ее на улицы города. Сергей Витальевич, а вот такой вот вопрос. Техника эта придет, а будет на ней кому работать? Есть ли вообще проблемы с кадрами, проблемы с водителями, механизаторами в ДО города Новосибирска? Да, в этом году проблема рабочего персонала. Это вот машинисты, водители, грейдеров, катков, погрузчиков, комплексных дорожных машин. У нас, конечно, сейчас огромнейшая нехватка. Нам примерно 50% персонала не хватает. Поэтому люди работают сейчас, можно сказать, в снегопады на износ. В 2-3 смены. 2-3 смены. Раньше, я насколько знаю, в зимний период механизаторы из села приходили, с сельского хозяйства. В этом году нет такого потока? Ну, в связи с объявлением мобилизации у нас, во-первых, тот персонал, который был, костяк, значит, нас достаточно хорошо. Потому что вообще все сотрудники, которые работали в наших ДО, они имели бронь в военкоматах. Их только по особому распоряжению могли куда-то там призвать. Но в связи с началом всеобщей мобилизации эту бронь вынужденно отменили. И у нас порядка 30 человек, наверное, из наших ДО ушли в качестве мобилизованных. Значит, сейчас, когда мобилизация завершена, нам снова позволили создавать бронь для сотрудников. Поэтому мы сейчас на все, кто к нам приходит, мы обязательно оформляем бронь. Потому что военкоматы тоже понимают, что городское хозяйство нельзя оставлять без сотрудников. Поэтому те, кто к нам придут, мы обязательно включим их в некий резерв, чтобы они могли работать. Продолжать работу даже в случае таких форс-мажорных обстоятельств, как частичная мобилизация. Если не хватает персонала, может быть, мы расскажем об условиях работы, условиях оплаты труда. И пригласим новосибирцев поработать в ДО города Новосибирска. Подскажем телефончик, расскажите, как устроиться работать и очищать дороги города Новосибирска от снега. Да, мы очень активно размещаем информацию о привлечении трудовых кадров в наши подразделения. У нас они находятся и в правобережной, и в левобережной части города Новосибирска. Мы размещаем информацию о приеме на работу и в гороэлектротранспорте. Это трамваи, троллейбусы, автобусы в метрополитене, бегущая строка, газеты, сайты. Ну, вся доступная информация. Нам требуются все категории водителей, которые могут работать на спецтехнике. Это и трактористы, и бульдозеристы, и электромонтеры, и станочники, и так далее. Машинисты автогрейдеров. Зарплаты в этом году очень приличные, я бы сказал, что у нас водители автомобилей категории С и Д зарабатывают до 50-60 тысяч рублей. Машинисты категории БЦ в такой же ценовой категории. Дорожные рабочие мы платим до 40 тысяч рублей, слесари до 45 тысяч рублей, токари, ну и весь обслуживающий персонал. Значит, самые у нас высококвалифицированные кадры – это водители комплексных дорожных машин. Они могут зарабатывать вплоть до 100 тысяч рублей и выше. Все зависит, конечно, от количества часов, которые может отработать человек. У нас есть такие люди, которые считают своим долгом приводить зимние дороги в порядок, поэтому работают зачастую очень много и, да, получают достойную зарплату. Ну, это достаточно приличные зарплаты, даже если мы говорим от 40 до 60 тысяч рублей для водителя и до 100 тысяч рублей уже для оператора, я так понимаю, да, так называется это. А как вот, если наши радиослушатели захотят устроиться, куда обращаться, куда звонить? Ну, для того, чтобы не диктовать длинные номера, можно будет позвонить по короткому номеру 051 и сказать, что я хочу трудоустроиться в дорожную службу города Новосибирска. Вас обязательно переадресуют на тот номер, потому что мы там оставим информацию, обязательно вы попадете туда и вам предложат. В зависимости от того, в каком районе города вы хотите работать. То есть просто звоним в единую диспетчерскую службу 051, да, ЕДДС и там подскажут уже, куда обратиться. К тому же, я так понимаю, что удобнее и, наверное, выгоднее работать по месту жительства, а у нас ДЭО есть практически во всех районах города. Можно будет выбрать место поближе к своему месту проживания для того, чтобы не тратить много времени на дорогу и зарабатывать, ну, приличные, в общем-то, зарплаты. Так что звоните 051 и устраивайтесь к нам очищать город Новосибирск, помогать нам зиму. Делать наш город лучше. Да, сделать наш город лучше, делать наш город чище. Ну и коротенько последний вопрос, Сергей Витальевич, подскажите. Вот как ожидаете, зима эта будет более снежная, менее снежная? Вообще есть какие-то прогнозы или работаем исключительно, вот, что называется, выпало, убираем? Мы всегда работаем по принципу выпало-убираем, всегда готовы к овралу, потому что, ну, такая у нас работа. Но хочу сказать, что даже если бывает так, что первое начало зимы и снега нет, обязательно компенсируется и будет все, что не выпало в начале, выпадет во второй половине зимы. Поэтому снега примерно всегда одинаковая. Прошлогодняя зима была все-таки более-менее малоснежная, чем предыдущие. Но это, пока сказать сложно, посмотрим. Ну что ж, посмотрим, как наши дорожники справятся с уборкой снега этой зимой. Это была программа «Вечерний разговор». У микрофона был Глеб Черепанов. Сегодня компанию мне составил Сергей Витальевич Эпов. Мы говорили о наших дорогах, о дорогах города Новосибирска. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин